Щелковские межрайонные очистные сооружения сегодня обслуживают сразу пять муниципалитетов. Этот важный для всего региона объект был построен еще в середине прошлого века. За эти годы выросла численность жителей в городах, а вместе с ней нагрузка на сооружение. Конечно, по прошествии ни одного десятка лет беспрерывной работы они стали нуждаться в реконструкции. Модернизация началась в 2019 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Сегодня строительная готовность объекта более 70% и полностью завершить работы планируется уже в 2023 году. Об этом рассказали руководитель Росстройконтроля Владимир Щербинин и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский на пресс-туре, который состоялся на объекте. Каждый шаг модернизации на особом контроле федеральных и региональных властей. Первоначально по контракту проект планировалось сдать в 2024 году. Мы благодаря слаженной работе всех команд сократили срок проведения работ на данном объекте практически на год. Немаловажную роль в этом сыграл и строительный контроль. Инспекторы следят за соблюдением требований нормативно-технической и утвержденной проектной документации. Выполняется оценка и подтверждение качества, а также объемов проводимых работ. Используется передовое сканирующее оборудование, в том числе роботизированные сканирующие тахеометры, 3D-сканеры и мобильные сканирующие устройства. Вот то качество, которое должно быть обеспечено, оно может быть обеспечено только профессионалами. Плюс любой профессионал, какой бы он грамотный ни был, он должен в руках иметь ту измерительную технику, те приборы, которые позволяют четко, точно сопоставить проектную и рабочую документацию с тем, что делают строители. Сложность процесса модернизации в том, что строительство новых сооружений ведется без остановки работы старых. Нагрузка на них на сегодняшний день составляет 230 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Модернизация позволит увеличить показатель до 400 тысяч кубических метров. Очистка стоков будет проходить в несколько этапов, а на финальной стадии будут использованы фильтры и, кроме того, систему ультрафиолетового обеззараживания. А вот с помощью современной системы газоочистки планируется решить вопрос неприятного запаха. Продолжение следует...